Высоко в небе парил орёл, сжимая в когтях человеческую фигурку. «Пусти меня, пусти!» – стонал человек. Орёл сжалился и разжал когти. Орёл – птица, которая во многих культурах стала символом отваги, гордости и храбрости. В природе орлы являются одними из наиболее грозных представителей пернатых. И единственное существо, представляющее для них реальную грозу – это человек, вытесняющий орлов из привычных им мест обитания. Высота полёта орлов составляет до 9 километров, а на такую высоту может подняться не каждый самолёт. Благодаря особому устройству крыльев, орлы способны летать даже в ураган, а свои гнёзда они строят так высоко, что никто не может до них добраться. Птица с лёгкостью фокусируется сразу на двух предметах. Для примера, мы с вами можем фокусировать зрение только на одном. То есть, орёл, наблюдая, например, за зайцем, может отчётливо видеть и вторую цель – оленя. И всё это на расстоянии в 3 километра. Помимо всех внешних качеств, орлы обладают непробиваемостью и лишены чувства страха. Они не убивают лишних животных, а ловят только для собственного питания и для птенцов. Орёл против козла. Паря на своей территории, орёл наталкивается на семейство коз и сразу понимает, насколько крупная эта дичь. На научной точке зрения, орёл – это хищная птица, принадлежащая к семейству ястребинных. Он имеет массивное телосложение, обладает длинными и широкими крыльями. Клюв массивен. Когти на лапах загнуты внутрь. А на бёдрах перьями образованы так называемые штаны. Интересно ещё то, что существует порядка 60 видов орлов, и они чертовски сильно могут отличаться друг от друга. Но их характер, настойчивость и чувство борьбы – это то, что никому не отнять у этих птиц. Орёл против собаки. Охотник Майкл держит при себе ружьё, собаку и ручного орла. Всё это нужно для продуктивной охоты. И вот в очередной раз, когда орёл сбил свою цель и начал обрабатывать бездыханную тушку, пёс захотел тоже быть в доле. Но боевая птица, она то и боевая, что даже пёс со смертельным оскалом ей не помеха. Уступая собаке в несколько раз своим размером, орёл всё равно нападает и чувствует превосходство. Орлы не только самостоятельно добывают пищу, но и готовы заняться откровенным разбоем. Например, они могут отобрать добычу у более мелкой хищной птицы прямо на лету. Орлы превосходно охотятся на летающую птицу. Достигают жертву они врасплох, охотятся с такой высоты, что птица их не видит, а потом пикируют с такой скоростью, что добыча просто не успевает его заметить. Орёл против ребёнка. Соединённые Штаты Америки – это именно то место, где орлы часто нападают на людей, и в особенности на детей. Птица прекрасно понимает, что со взрослым человеком один на один ей не совладать, хотя сильные повреждения нанести она способна. Но вместо этого орлиный взгляд в подобных случаях всегда метит на более мелкие цели – на детей. Ссылку на видео вы найдёте в описании, а данный ролик был объявлен фейком, и скорее всего объявлен таковым был он правительством США, у которых всегда всё должно быть под контролем. Но вот статистика нападения орлов на людей говорит об обратном. Здесь орёл нападает сразу на троих, и хорошенько зацепил ладонь мужчины. Ну а тут орёл попытался произвести свой коронный приём, который мы видели в схватке с козлом. Не боясь толпы, орёл схватил подростка и попытался сбросить его с высоты. К счастью, всё обошлось. Орёл против кролика Как бы быстро кролик не бегал, а это 56 километров в час максимум, скорость пикирования орла может достигать 320 километров в час. И в этой битве кролик, желающий лишь одного – выжить, лишённый всяких преимуществ местности, вынужден бежать, сломя голову и не оборачиваться, всё равно обречён на гибель. Если взгляд орла упадёт на такую хрупкую добычу, то только чудо может спасти её. Но кролик не сдаётся, и после того, как орёл полоснул его своим крылом, ушастый притворился мёртвым. Но затем он понял, что открытая местность не играет ему на руку, и надо, надо бежать. Разогнавшись настолько быстро, насколько он умеет, кролик почувствовал приближение птицы, развернулся и потрясающим образом прыгнул на 2 метра вверх. Охреневшая птица не ожидала такого поворота, и простить такую наглость просто не могла. Извините, друзья, но как бы сильно вы не болели за кролика, эта битва изначально была предрешена. После 7 минут гонки со смертью, кролику пришлось покинуть этот мир. Наверное, вы уже слышали о том, что в честном поединке орла может победить лишь одна птица. Это ястреб. Да, действительно, ястреб может повернуть исход битвы в свою сторону, благодаря боевым способностям. Но и у этой птицы, у ястреба есть недостаток, который нам с вами очень сейчас не понравится. Дело в том, что эти птицы часто издеваются над кошками. На этом видео ястреб схватил кошку своими когтями и не отпускает ее на протяжении 3 минут. Если бы тот, кто снимал данное видео, помог бедолаге, а не просто стоял и трещал со своим соседом, то кошка, скорее всего, осталась бы жива. С орлами, кстати, такая же история. Но если орел увидел не взрослого кота, а котенка, то он несет его своим детям, как добычу. Эпичная битва. Орел против Серны. Серна – это та же коза, но гораздо массивнее и мощнее. Для вас будет новостью, но порой орел ошибается и замахивается на цель, которая ему просто не по силам. Патрулируя свою территорию, гордая птица наткнулась на семейство Серн и, недолго думая, решается обозначить одну из них своей добычей. Орел попытался сделать свой коронный прием и сбросить козу на скорости, но жертва увернулась, и птица решает устроить схватку прямо на месте. Цепившись своими могучими когтями в шею, она оседлала козу и не давала ей ни малейшего шанса на свободу действий. При этом в каждый момент острые когти царапали жертву и причиняли ей боль. Естественным желанием Серны было сбросить наглую птицу, и она приняла суровое решение. Вспрыгнув с большой высоты прямо на камни, эти двое продолжали делать то, во что оба верили. Птица так сильно вцепилась в козу, что никакие ее маневры не могли разжать смертельный хват. Битва становилась все кровожаднее. И даже этот удар не смог ослабить могучие когти гордой птицы, хотя казалось бы, ее там должно было расплющить. Но развязка этой битвы была не за горами. Набрав скорость и делая сильные рывки, Серна решила сбросить птицу. Тогда Орел воспользовался этим моментом, и в очередной прыжок Серны он широко расправил крылья, и они вместе спарировали. После чего последовал сильнейший удар о камни, причиняющий дикую боль обоим участникам этой смертельной битвы. После такого удара могучий Орел все же разжал свои когти. Это была великолепная битва. Орел действительно великая птица, и не спешите ее осуждать. Ум Орла настолько точен, что его стоит бояться и уважать. Ну а с вами был Бабл, спасибо за просмотр. По-любому подписывайся на канал и не пропускай новые крутые выпуски. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин